Здравствуйте, это «Между строк» подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение, и сегодня мы будем говорить о стихах Александра Блока. У нас сегодня в гостях в студии Дина Махмудовна Магомедова, ведущий специалист по поэзии Блока, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы РГГУ и глава Блоковской группы Института мировой литературы Российской Академии наук Дина Махмудовна. Здравствуйте, большая радость, что вы пришли. Здравствуйте, спасибо за приглашение, я рада возможности поговорить о стихотворении, которое, ну не то чтобы неизвестное, но вот согласитесь, когда я предложила вам именно это стихотворение, вы его сразу вспомнили? Нет, конечно. Вот, и я думаю, что любой другой в лучшем случае вспомнит начало «Сегодня ты на тройке звонкой», а всё остальное как-то остаётся в тени. Вот мне хотелось бы об этом стихотворении поговорить, напомнить и как бы уяснить его место в Блоковской эволюции и просто ввести его в контекст, потому что пока мы не введём его в контекст, мы, наверное, не поймём его, как и многие другие стихотворения Блока. Давайте начнём с того, что прочитаем его стихотворение десятого года из цикла «Арфы и скрипки». Сегодня ты на тройке звонкой летишь, богач, гусар, поэт, и каждый, проходя сторонкой, завистливо посмотрит вслед. Но жизнь — проезжая дорога, неладно, жутко на душе. Здесь всякой праздной голе много остаться хочет в барыше. Емщик, будь он в поддёвке тёмной с пером павлиньем напоказ, Будь он мечтой поэта скромной, не упускай его из глаз. Задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснёт клинком Или на безлюдном повороте к версте прикрутит к ушаком. И в час, когда изменит воля, тебе мигнёт издалека В кусте темнеющего поля лишь бедный светик светляка. Спасибо. Вот стихотворение, которое для самого Блока, очевидно, было не вполне ясно в смысле того, где его место. Вообще большая часть циклов Блока неоднократно переформатировалась. Вплоть до того, что иные стихотворения попадали сначала во второй том его лирики, когда он вообще осмыслил свою эволюцию как лирическую трилогию, как роман в стихах, как некую цельность. Но цельность эта оказалась весьма и весьма подвижной. То есть каждое стихотворение сохраняло свою автономию. И в то же время оно было частью такого надтекстового целого. Но именно это надтекстовое целое всё время меняло свои очертания. И авторские сборники Блока, не собрания уже позднейшие, а именно книги, они с этим мало соотносятся, если я правильно понимаю. И при том, чем дальше, тем меньше. Даже если мы возьмём самый знаменитый и не поменявший название «Стихи о прекрасной даме», то если мы посмотрим, как выглядел первый сборник, сколько в нём было стихотворений и сколько стало потом, и что туда входило, и как это выглядело, будут большие сюрпризы. Про это все забыли. Так и с этим стихотворением. Оно поначалу у Блока попало в цикл «Страшный мир». И вообще говоря, понятно. Да, оно действительно страшное. Оно действительно страшное. Оно действительно о катастрофическом ощущении жизни. И вот эта исходная метафора, которую он, не скрывая, задаёт прямо во второй страфе, но жизнь, проезжая дорога – это с самого начала. Не просто дорожное стихотворение, а стихотворение о жизненном пути и о том, что жизненный путь – это катастрофа. И о том, что в сущности на этом жизненном пути угрозу представляет всё. Даже самые обстоятельства твоего движения по этой дороге. Да, да, и мщик. То есть мщик, который тебя по ней везёт, некая твоя фортуна, она может вдруг изменить самым коварным образом. Самым коварным образом, притом для того, кто хоть в какой-нибудь степени имеет в своей культурной памяти русские знаковые тексты, я думаю, сразу вспомнит, но по меньшей мере, два. Я имею в виду не блоковские, а вот то, что у нас с вами в нашей такой культурной памяти сидит едва ли не с детства, ну уж во всяком случае со школьных лет. Это пушкинские дорожные жалобы, конечно же. И я даже прямо сейчас напомню совсем немножко. Или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Вот оно, или в лесу под нож злодею. И вот эта дорога. Но мы не воспринимаем дорожные жалобы как страшный мир в полном смысле. А почему? А почему? А потому что в пушкинских дорожных жалобах есть тот самый домашний идиллический мир, который вот от этой катастрофической дороги... А как и в Некрасовских стихах о немщиках и дорогах, в общем, это тот же самый... То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, а невесте на досуге помышлять, то ли дело рюмка, рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело братцы дома. Ну, пошёл уже погонять. И совсем другой тон создается. Чего в Блоковском стихотворении нет. Тут есть только вот эта катастрофическая страшная дорога и больше ничего. Так что, казалось бы, место в страшном мире. Но нет. Он в последних версиях своего трёхтомника, своей лирической трилогии, помещает в арфы и скрипки. То есть, всё-таки в музыку мирового оркестра. Как собирается цикл арфы и скрипки? Он собирается и переформатируется многократно. История этого цикла, она очень подробно изложена, в том числе все вариации расположения стихов и состава в третьем томе нашего академического собрания сочинений. Так что, ну, есть такие тексты, которые там изначально, ну, вроде, зачем же в ясный час торжеств ты же злишься, мой смычок визгливый. Собственно, стихи, посвящённые музыке. Да, мировому оркестру. Скрипки и смычки постоянно фигурируют. Да, да. Но, кстати говоря, далеко не всегда это гармонически, часто это и дисгармонический мировой оркестр. Но даже на этом фоне, вот это стихотворение Блока, в там, одно из самых мрачных. Более того, я бы сказала, что оно и в его творчестве одно из самых мрачных. Мрачней, пожалуй, или рядом с ним разве только голос из хора. О, если б знали дети вы, холод и мрак грядущих дней. Вот, пожалуй, рядом. И, наверное, стихотворение из того же цикла «Я пригвождён к трактирной стойке». Я пьян давно, да. Но я бы сказала, что даже это не совсем, потому что всё-таки здесь и бубенчик под дугой лепечет, о чём счастье прошло, и только сбруя золотая, всю ночь видна, всю ночь слышна, а ты, душа, душа глухая, пьяным-пьяна, пьяным-пьяна. А здесь всё-таки не так. От искр всю ночь, всю ночь светло. То есть здесь всё-таки и лепет бубенчика. Это всё-таки более счастливая тройка. Да, это, я бы сказала так, оно всё-таки более амбивалентное, и тьма переливается от тьмы к свету, и само вот это вот духовное опьянение, оно ведь потенциально творческое. А здесь ведь ужас-то в том, что твоего собственного состояния тут практически нет. Тебя окружили самые мрачные и катастрофические обстоятельства. Тут и ямщик, тут и дорожная голь, которая так... Человек как заложник этих обстоятельств, да, каких-то сил, которые могут сделать с тобой всё, что угодно. Той стихии, да, которая у блока постоянно, но здесь она очевидно злая. Очевидно злая и совершенно беспросветная. И даже в самом конце, когда вроде бы свет мигает, но что это за свет? Это же... Не фонарь того, кто придёт тебя спасать, да, откручивать от этой версты, а так насмешливый светлячок, который... Да, в кусте темнеющего поля лишь бедный светик светляка, то есть сама ненадёжность. Что-то напоминающее уже ночь хмурая, как зверь стаокий, да, глядит, как из каждого куста. Совершенно верно. И потом, ну что такое светик светляка? Это сама иллюзорность. То есть, по сути дела, ну какое спасение может быть вот в этом светике светляка? Только та иллюзия, с которой ты в последний момент своей жизни и расстанешься. Это всё на самом деле складывает, может быть, даже эти стихи в какой-то общий цикл со стихами многих других авторов, которые эту ночную беспросветность очень мучительно чувствуют. Да, Сологуб, с его в поле не видно, низги кто-то зовёт, помоги. Может быть, этот же человек, прикрученный к версте, там и зовёт, а вот тот пройдёт мимо, потому что что я могу? Как помогу. Как помогу. И когда я читал арфы и скрипки, перечитывал перед нашей встречей, я вспоминал, конечно, Анинского с его смычком и струнами, где тоже было мукою для них. Смычок всё понял, он затих, а сердце мука всё держалось и было мукою для них, что людям музыкой казалось. Да, вот это великолепнейшее музыкальное стихотворение, оно, конечно, тоже об этой муке и безвыходности. Да, 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 конечно. И всё-таки даже на этом фоне одно... Вот я, пожалуй, с Сологубом даже ближе, чем с Анинским, потому что вот такая беспощадность, она вообще для Блока очень мало свойственна. У него всё-таки всегда есть некий переход от мрака к свету, всегда, и от света к мраку обратно. А тут просто переходить нечего, тут один мрак изначально. Да, значит, вот это первое, что нам приходит в голову, это дорожные жалобы пушкинские. Но, конечно, не может не прийти в голову. И второй классический текст, который, не знаю, как вы, всё-таки мы с вами в разное время в школе учились, но мы просто наизусть учили. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал, и так далее. Давайте прочитаем хотя бы часть. Давайте, давайте, эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал. Знать у Бойкова народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровним гладнем разметнулась на пол света, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскороживьём с одним топором да долотом снабдил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода до рукавицы и сидит, чёрт знает на чём. А привстал, да замахнулся, да затянул песню, кони вихрем, спицы в колёсах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход, и вот она понеслась, 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 и вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Уж колубилась в красной пыли, как сказал бы Блок на этом месте. Но главное, что для Блока-то этот символ тройки, как символ русской национальной судьбы, он же тоже очень важен, он неоднократно к нему обращается. Хотя очень интересно, что иногда он его как бы сплетает, это его любимый художественный приём и в стихах, и в прозе, с совершенно другими текстами, и получается некий совершенно иной образ. Не кажется ли нам иногда, что необгонимая тройка, что бешеная тройка, а бешеная тройка – это уже не Гоголь, это уже не нагнать тебе бешеной тройки, не красовский, летит прямо на нас, и над нами нависла грудь коренника, и готовы опуститься тяжёлые копыта. А готовы опуститься, куда ты скачешь. Грозный комик, и где опустишь ты копыта. А ещё ведь, если я правильно помню, у Блока в том же цикле есть над бездонным провалом вечность задыхаясь летит. То, что уже нас отсылает к дальнейшему, к Высоцкому, с его конями по надпропастью, видимо, отсюда. Ну, это у Высоцкого, конечно, оттуда, но я сейчас даже пока буду останавливаться только на синхронном, и вот плане уходящем в память. Пока я даже не буду говорить, куда это приведёт в литературе будущего, но совершенно понятно, что и Гоголевская тройка тут тоже оспаривается. Вот он, этот ямщик, здесь не в немецких ботфортах ямщик, а тут ямщик, будь он в поддёвке, тёмный, с пером, павлиньем, на показ, вот тут он вроде даже и более щеголеват, чем у Гоголя. И тем не менее... То есть вроде бы ему и резать тебя не надо, у него и перо есть павлиния, да? Более того, тут ещё и к тому, что это выдумка поэта, будь он мечтой поэта скромной, не упускай его из глаз. А дальше задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснёт клинком, вот. Мне интересно, было ли слово перо в значении нож в то время уже? Это надо смотреть, конечно, знаете, в национальный корпус русского языка. Потому что это, конечно, такое уголовное словцо, но Блок, мы знаем, это тоже любил. Ну, этот в определённой степени знал, несомненно. Вообще, надо сказать, что десятый год – это время, когда... Вот только что отпраздновали юбилей Гоголя, вот только что памятник тут поставили. Так вот, Гоголя с одной стороны принято было всячески апологетически восхвалять, а с другой стороны и бронить. Нельзя любить ту Россию, которая у Гоголя, нельзя любить Россию там Маниловых и Ноздрёвых. Вот что он с нами сделал. А у некоторых вот именно вот эта вот «тройка, птица, тройка» и «Русь, куда же несёшься ты?» вызывало почему-то особое раздражение. Помните, в деревне Бунина, как один из братьев говорит, «Русь, куда же несёшься ты?» «У-у-у!» «Щелкопёры!» А ведь это Гоголь у него щупка. То есть вот эта аналогия «Руси» и «Бешеной тройки», она тут у Блока в подтексте. Он её тут не эксплицирует, в отличие от метафоры «жизнь-дорога». Тут вроде как получается «твоя жизнь», но это и русская национальная судьба тоже. И вот раз уж мы к русской национальной судьбе потихонечку вышли, то я бы хотела обратить внимание читателя на то, что на самом деле-то перед нами некая авторская коррекция к стихотворению, написанному два года назад, естественно занявшему центральное место в цикле которой, тоже в этом же третьем томе, в цикле «Родина» и в стихотворении, которое уж все помнят, если не наизусть, то уж во всяком случае, как говоришь, в школе близко к тексту. Это стихотворение «Россия». Опять как в годы золотые трестёртых треплются шлеи, значит, сразу начинаем стройки и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые о любви». И так далее. Даже не буду его до конца дочитывать, а мы сейчас просто сопоставим некоторые. Надо сказать, что в 908 году одновременно вышли из печати вот блоковское стихотворение «Россия» и стихотворение «Белого отчаяния». Довольно, не жди, не надейся, рассейся, мой бедный народ. В пространство поди и разбейся за годом мучительный год. Века нищеты и безволья позволь же, о Родина-мать, в сырое пустое раздолье в раздолье твоё прорыдать. Туда, на равнине горбатой, где стая зелёных дубов волнуется купой подъятой в косматый свинец облаков, где пополю оторопь рыщет, восстав сухоруким кустом, и ветер пронзительно свищет ветвистым своим лоскутом, где в душу мне смотрят из ночи, поднявшись над сетью бугров жестокие жёлтые очи безумных твоих кабаков. Туда, где смертей и болезней лихая прошла колея, исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя. Так вот, если мы... Вроде бы совсем не похожи. Оба о России, и при этом совсем вроде бы не похожи, а если мы посмотрим, то стихи-то, уж простите за детское сравнение, выстроены из одних и тех же кубиков. Посмотрите, во-первых, в обоих стихотворениях, думаем и про «Сегодня ты на тройке» звонкой, центральный символ, центральный мотив, мотив дороги. Причём оба используют даже одно и то же слово «колея». Но только у Блока это вполне себе материальная колея, расхлябанные колеи. А у Белого в самом конце подчёркнута символичность. Туда, где смертей и болезней «Лихая прошла колея». И какой бы мы ни взяли мотив, они оба сходятся, и при этом у Белого они всегда в гораздо более явном смысле символичны. У Блока надо сначала прочитать его реалистический план, а потом понять, что это в гораздо большей степени универсальный и символический. А с другой стороны, там, где у Блока есть перелив от мрака к свету, там у Белого он безнадёжно мрачный. Смертей и болезней лихая прошла колея. Лучше вообще не существовать, чем существовать так. Более того, заметьте, что с самого начала «Рассейся, мой бедный народ». Белого страшно пугало, что народное именование России «Россея». Всё время страх, что русскому народу предстоит пережить так же, как еврейскому, судьбу существования в «Россеянье». И вот отсюда вот это «Россия, Россия, но рассейся». Теперь смотрим у Блока ту же самую колею. И вязнут спицы, во-первых, как в годы золотые, а во-вторых, и вязнут спицы, но спицы-то расписные. И как-то... То есть со спицами, с самой тройкой всё хорошо. Да. Вот они всё равно расписные, хотя и расхлябанные колеи. Дорога плохая, но колеи-то всё-таки. Теперь ещё, даже в самом финале, ещё большая просветлённость вот этого мотива дороги. И невозможное возможно. Дорога долгая, легка. Дорога долгая, но она легка. Чуть дальше я ещё остановлюсь на взгляде. Оба пользуются мотивом нищета. У Блока «Россия, нищая Россия». «Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви». Да? У Белого здесь же века нищеты и безволья, и без всякого просветления. Ветер и там, и там. У Белого и ветер пронзительно свищет ветвистым своим лоскутом, а до этого ещё и восстав сухоруким кустом. Да? Ну, вообще, вот эта мотивика бедной дороги окружающей, те, которые в нашем первом стихотворении. Даже хуже, потому что сухорукий куст в народной символике, по крайней мере, в описании Афанасьева, это символ скелета смерти. Обращаю внимание, что куст у Блока появился и в стихотворении, о котором мы сейчас с вами говорим. Там светляк в темне... Вот, в самом конце, в кусте темнеющего поля лишь бедный светик. Светляка. Так что вот куст, видите, кочует. И действительно, какой мотив мы с вами не возьмём, они одни и те же, но там, где у Белого они беспросветно катастрофичны и темны, там у Блока всегда идёт вот этот переход от мрака к свету. Согласны? И совершенно не случайно вот эта читательская память отбросила и отчаяние, и не помнит стихотворение, о котором мы сейчас говорим, зато прекрасно помнит Россию, даже если в школе не учат. Которое композиционно выводит нас, значит, к искомой надежде. Совершенно верно. А теперь давайте посмотрим на стихотворение «Сегодня ты на тройке звонком» и на Блоковскую Россию. Что он с этим сделал? С тройкой мы уже с вами разобрались, я думаю, да, вот вязну спицы расписные. Дорога. Дорога долгая и легка в России. Сегодня ты на тройке звонкой, но жизнь, проезжая дорога, неладно, жутко на душе и дальше, и дальше. Здесь всякой праздной голи много остаться, да ещё и прозаизация насчёт праздной голи и остаться хочет в барыше. О емщике и говорить нечего. Вот очень интересно, как емщик выглядит в стихотворении «Россия», когда звенит... Тоской острожный, он бывший сиделец, судя по всему. Да, но смотрите, тут настолько буквально каждое словосочетание переливается «Звенит, но тоской острожный». Тоской острожный, но песня. Глухая песня. Звенит, но глухая. Да. Вот тут совершенно замечательный вот такой вот перелив от мрака к свету и, кстати, совершенно пушкинский. Вот когда-то я со студентами анализировала пушкинскую элегию, да, «Безумных лет» у Гаши и веселья, и, может быть, на мой закат печальный «Блеснет любовь улыбкою прощальной». И тоже от слова к слову. Закат – это свет, но печальный. Зато блеснет любовь улыбкою, но прощальной. Вот эти переливы совершенно пушкинские, так же, как в дорожных жалобах. Зато никаких переливов. Сегодня ты на тройке звонкий, он себе уже не позволяет. Вот ямщик, будь он в поддёвке тёмный с пером павлиним на показ, на показ. Вообще вот этот ямщик, который в России, будь он мечтой поэта скромной, не упускай его из глаз, значит, скорее ирония над самим собой. Ну и вообще, когда блог говорит, сегодня ты, да, не обращение ли это к самому себе? Вот это тоже очень важный момент, такое самоотчуждение. Тут перечислено несколько возможных субъектов. Богач, гусар, поэт. То есть, возможно, и ты. Но всё равно это ты. А здесь, в России, в какой-то момент он же переходит к лирическому я. Мне избы серые твои, твои мне песни метровые. Ну да, и дальше от тебя жалеть я не умею. Я не умею, то есть уже к активному я. Очень интересно с мотивом взгляда. Смотрите, когда блеснёт вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, мгновенный взор. Что здесь? Кстати говоря, у белого тут, посмотрите, что от взгляда остаётся, где в душу мне смотрят из ночи, поднявшись за сетью бугров, жестокие жёлтые очи безумных твоих кабаков. А здесь и вообще уже не столько взгляд, сколько вот этот самый. Вместо, когда блеснёт вдали дорожный, вот он светлячок остался. Про этот мимолётный взгляд у Блока вообще всегда интересно. В стихотворении на железной дороге, где один взор, который он метнул, поезд вдаль умчал. Скользнул по ней, улыбкой нежную, скользнул, и поезд вдаль умчал. А перед этим нежней румянец кручил окон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальней из окон. Вообще замечательно, что именно поезд, да, тоже дорога, которая... Да. Она даёт возможность развиться этому мотиву быстрого взгляда. Стихотворение, опять же, у Блока из того же цикла «Уж вечер, светлый полосой». Это тоже там внезапная встреча на железной дороге, которая разделяется проезжающим поездом, и всё прошло. Это было какое-то наваждение. Вы знаете, на самом деле, о мгновенном свете, мгновенном взгляде, мгновенном свете из тьмы об этом надо писать специально. Я об этом немного писала в связи с именем Фаина, которая восходит к греческому «фаеннос», сияющий, но не просто сияющий, а мигнувший сквозь тьму. Вспыхивающий. Да, да. Так сердце под грозой певучей меняет кровь, боясь вдохнуть. Вот перед этим, как океан меняет свет, когда из набежавшей тучи вдруг полыхнёт внезапный свет, так серый, ну и так далее. Вот это вдруг полыхнёт. Внезапный свет. Это епифатия, да, это внезапное пробуждение символа, и что даст апиэнтисат одному человеку ловкому, умеющему это ухватить, достаточно. Да, и вот всё, что от неё осталось, это мгновенный лишь бедный светик светляка, который тут же умирает. В конце концов, обманывает, да, символ обманывает, он не раскрывает себя. Совершенно верно, иллюзорный. Вот я рассматриваю это стихотворение, вот мы увидели и ямщика, вот увидели взгляд, вот увидели дорогу, которая тоже, она уже нелегка. Там дорога долгая, легка, здесь неладно, жутко на душе. Причём это, знаете, это совсем не означает, что это абсолютная декларация. Вот в этом секрет чтения блоковских стихов. Конечно, каждое из этих стихотворений существует как автономное целое. Но с чего начала, к тому ещё раз вернусь. Каждое из этих стихотворений ещё и часть надличностного целого. Это только голос в мировом оркестре, и каждая из них не абсолютная декларация. Поэтому вот это один из голосов. Это не значит, что он уничтожает. Вот это очень интересно, что арфы и скрипки, вот если мы сейчас посмотрим, что идёт за этим циклом, за арфами и скрипками, а за ними идёт Кармен, а всё-таки дальше цикл Родина. И Россия, она в цикле Родина. Так что, если мы с вами... Потому что оно раньше написано. А, между прочим, Блок в своём первом томе соблюдает строго датировки. И весь первый том выглядит как теоретический дневник. Зато во втором и третьем томах он эти датировки совершенно свободно тасует. То есть для него смысловое расположение гораздо важнее, чем вопрос, а когда это написано? Поэтому читателю кажется, что он от мрака переходит вот к этому просветлению в Родине, хотя на самом деле Родина написана... То есть биографически это не так. Биографически, да, творчески это вроде как и не так. Но в итоге он утверждает другую смысловую динамику. Это чистое жизнестроительство через текст. Да, да, вот через текст. И у меня обычно спрашивают, чем мышление поэтическими сборниками отличается от поэмы, потому что в сущности ведь сборники тоже дают целостность, а именно в гораздо более свободной композиционной вариативности, потому что от издания к изданию меняется состав каждого из циклов и каждого из томов. И для блока это... Он может вернуться только для того, чтобы не столько стихотворения отредактировать, сколько перекинуть стихотворения из одного цикла в другой. Или циклы переставить местами. Вот так тоже может быть. Так что вот здесь это очень любопытный момент, что да, оно то, что называется негативная коррекция к стихотворению России. И еще один момент, я не случайно сопоставляла это с белым. Они очень часто берутся за одно и то же. Не сговариваясь. Я вообще рассматриваю их как совершенно уникальное явление такого поэтического двойничества. В Серебряном веке этого было... Я знаю книгу, где они, собственно, вдвоем под одной обложкой, как такой диалог. Да, это составил еще Михаил Федорович Пьяных такую. Так вот, что произошло между 908 и 910 годами? А появилась повесть Андрея Белого «Серебряный голубь», где вот как раз вот эта иллюзия о том, что погружение в народную стихию оказывается для индивидуалиста, интеллигента спасением, развенчивается со всей беспощадностью. Для тех, кто не знает, мы можем рассказать, да что по сюжету там человек прибывает. Студент Дарьяльский, прибывший в деревню к невесте внучке баронессы Кати, встречает сектантов, вот голубей, влюбляется в их сектантскую богородицу, а через некоторое время оказывается, что они рассчитывали на него как на возможного отца, ребенка, которого могла бы от него родить. Она от него почему-то не рожает. И более того, он начинает понимать, что там скорее некая темная стихия, нежели просветление. И он решает, что он уйдет, вернется обратно в город. Но когда он собирается уйти, они начинают беспокоиться, сектанты запрещены. Они боятся, что он случайно, даже не то, что донесет, случайно выдаст. Они его в дороге преследуют и в дороге убивают. Вот ровно то, что происходит с лирическим героем. Это такая, опять-таки, типичная фобия Белого, которую он на протяжении всего текста развивает. Абсолютно. И, собственно, это некий... Кстати, они в это время в ссоре с Белым, но следят за творчеством друг друга очень внимательно. Серебряный голубь Блок цитирует даже в своем докладе о современном состоянии русского символизма. И вот здесь я тоже вижу некий отклик как раз на Серебряного голубя. У меня есть два, на самом деле, вопроса. Они обе связаны уже с последующими текстами. Да, мне сразу, когда я вспомнил стихотворение «Сегодня ты на тройке звонкой», захотелось как-то само все сравнить его со стихотворением Ходосевича Ан Марихин 23-го года. И мне кажется, это замечательно, как в нем сказываются музыкальные мотивы разных текстов Блока. Конечно, конечно. Даже не тематически, хотя тут тоже речь идет о жестоком убийстве. Зачем ты за пивною стойкой, Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой, Ты нездоровая и бледна. С какой-то розою огромной У нецелованных грудей, А смертный венчик, самый скромный, Украсил бы тебя милей. Ведь так прекрасно, так нетленно Скончаться рано, до греха Родители же непременно тебя отыщут жениха. Так называемый хороший И вправду честный человек Перегрузит тяжелой ношей Твой слабый, твой короткий век. Уж лучше бы, я еле смею Подумать про себя о том, Попасться бы тебе злодею В пустынной роще вечерком. Уж лучше в несколько мгновений И стыд узнать, и смерть принять, И двух нетлений, и двух растлений, Не разделять, не разлучать. Лежать бы в платьице измятом, Одной в березнике густом, И нож под левым лиловатым, Еще девическим соском. Стихотворение шокирующее, да, На первый взгляд, где... Совершенно пронизанное Блоковскими мотивами от и до. Да, где Ходосевич, в общем, Как бы желает смерти случайно встреченной Девушке в каком-то немецком трактире. И насилие над нею. Но при этом посыл стихотворения в том, Что, да, быстрая и, скажем так, грубо, Более романтизированная смерть, Чем это медленное угасание Замужем за хорошим бюргером, Оно желание, по крайней мере, Вот в этом мгновенном таком Извороте сознания, В котором поэт сам не смеет себе признаться. Но действительно, если мы посмотрим, Здесь и пивная стойка. Я пригвожден к трактирной стойке, Я пьян давно, мне все равно. Здесь и смятая роза, да, женщина? Да, с вечно смятой розой на груди. С безумными ночами, С вечно смятой розой на груди. Здесь и на железной дороге, Когда в конце лежит и смотрит, как живая. И один текст вы упустили, Но это не поэтический текст. Девушка розовой калитки и муравьиный царь. Где он в Германии наблюдает за поэтической парой И думает о том, что вот она встанет за трактирную стойку, Что скоро ее пальчики станут пухлыми от пива. Блок любит иногда вот эти, значит, такие колкости в адрес Мещан. Да, да, да. И, конечно, Ходосевич помнит не только стихи Блока. Вы назвали совершенно правильно. Там еще и другие. Ведь грудь моя на поединке не встретит. Там еще внезапно Бунин возникает в самом конце. Да, ранние стихи. А под сорочкой две точки стоячих девичьих грудей. Хорошо, да. Иротомания небольшая, которая Ходосевич себе позволяет. Это совершенно замечательно. Просто удивительным образом все. Кстати, об одной вещи я в связи с этим забыла сказать. И вот в стихотворении «Сегодня ты на тройке звонка». Ведь в России очень важен женский образ. Где женский образ, он одновременно и девушка, и сама Россия. Да еще в таком обрамлении мифа о Софии. Пускай заманит и обманет. Не пропадешь, не сгинешь ты. И это непонятно о реальной девушке или о России в целом. Но заметьте, что никакого женского образа «Сегодня ты на тройке звонком» нету. Это Россия как бы... Мечта поэта – это, в общем, обычно женщина. Из которой вынута женская душа. И всякая вечная женственность, и всякая Софийность. Вот из этой России вынута совсем. А у Белого там осталась родина-мать. Но все-таки это не жена. У меня есть последнее замечание, которое сегодня в голову пришло. Вот об этой идее того, что ты едешь на тройке звонкой, а потом вдруг все хоп и повернулось совсем не так. Это же эпизод из «Двенадцати», где Катька с Ванькой едут на извозчике с электрическим фонариком. На лихаче. На лихаче, да. И вдруг «Двенадцать» вырывается из засады, и мы помним, что произошло потом. Только вот тройка ли это? Это, наверное, не тройка. Лихач, наверное, все-таки... Это, наверное, одиночная брешка. Да, на паре или на одиночной. Но это неважно. Но суть в том, что блоку этот мотив... А то, что смерть подкараулила у него, причем именно вот в этот момент, когда мчатся, да? Хорошо и весело. Да, только что из ресторана, из кабака. Да, у ей киренки есть в чулке, а вот уже ничего нет. Разница только в том, что здесь сам ямщик у блока оказывается убийцей, а там лихач, в общем, ни при чем. Лихач, наоборот, их и уносит дальше. Утек, подлец. Да, но Катька-то убита. А Катька убита. Но убита не тем, кто везет. Но да, вот такая смерть в момент вот этого... Лихой поездки, да? Лихой поездки, да. Вообще смерть в дороге – это, на самом деле, мотив-то скорее романный. Но, во всяком случае, вот в лирику проникла. И тут действительно некое переплетение прозаических и поэтических или балладных и лирических мотивов, вот оно для позднего блока очень важно. Надо сказать, что стихотворение «Россия», оно поначалу тоже было сюжетным. Он вообще его задумывал как рассказ в стихах. И если вы помните «Черновики», там он поначалу себе целый рассказ о девушке, которую он видит у колодца, но сразу начинает додумывать её будущую судьбу. И более того, он какой-то кусочек, он даже не в стихах, а в прозе себе пересказывает, о том, как выходила замуж, как не давалась сначала жениху. Понимаете? Тоже что-то о том, что Ходосевич как-то почувствовал в этом своём ответе. И вот всё, что касалось прозаического, он из этого стихотворения повычеркал. Потому что чуть-чуть в первой редакции от этого рассказа в стихах оставалось, а эта первая редакция была опубликована в газете. А вот всё, что потом он включал в сборники, уже беспощадно всё прозаическое оттуда убиралось. А вот в этом «Сегодня ты на тройке звонкой» выплыла. Так что вот это тут ещё и такое бесконечное соперничество стихов и в прозе, которое, я подозреваю, у Блока «Переживи он свой 21-й год», ещё неизвестно, в чьё пользу бы эта соперничество не кончилось. Он начал действительно писать прозаические вещи, вроде записки о красной печати, сограждане. Сатира такая небольшая. Да, он начал такие булгаковские, сатирические, ну, я в кавычках говорю «булгаковские». Он начал потихонечку поворачиваться к сатирической прозе. Да, я просто помню, что вот это сатирическое начало, оно и в каких-то стихах на случай у него возникает. Мы там скользили мы путём трамвайном из поздних этих тектов, которая такая явная тоже идея внезапной встречи с незнакомкой. Это обжигающий взгляд, но уже абсолютно в сниженном. Взгляд обольстительной кретинки светился, как альцетилен. Уже не светлячок, а просто напрямую техническая какая-то сварочная метафорика. Все символы ушли куда-то. Обесценивание такое. Обесценивание и опустошение. Что, в общем-то, хорошо предсказано в стихотворении, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое, Дина Махмудовна. Это был подкаст «Между строк», подкаст о русской поэзии. До следующих выпусков. Дина Махмудовна, огромное спасибо за разговор. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»